всем привет ребята сегодня у нас 13 марта и мы с андрюхой приперлись на рыбалочку до дерестового запрета у нас осталось ну даже 9 дней у нас осталось до дерестового запрета даже 8 22 числа до верно 22 уже нельзя короче последние дядьки надо что-то отловить а то что-то последние рыбалки у меня были совсем настроение как обычно нет кто видел мой вчерашний видос тут youtube закрывают не закрывают открывают закрывают непонятно что происходит не только на ютубе вообще в мире что происходит никому непонятно весь народ сидит и ждет что же будет завтра что там новенького нам подкинут но мы будем рыбу ловить где этот видос будет фиг его знает на ютубе на рутубе ссылочки и туда и сюда и на яндекс дзен еще в придачу везде каналы создал на случай отключения ютуба ссылочки будут все под видео так что заранее переходим подписываемся так как youtube могут рубануть в любую секунду можете домой приеду а его уже нет как-то так все хватит болтать надо это ловить а то андрюха тут сейчас моего судака уже выловит ну что встали мы на первую точечку попробуем шести метров стаскивать на 10 там коряжки присутствуют ловить сегодня буду на орион от crazy fish до 28 грамм давно я на него не ловил он у андрюхи валялся андрюха там пытался с него замеры снять но что-то у него не получилось настроение еще не было да да и поэтому вернул мне его назад говорит не буду я видос про него снимать нафиг андрюха вон на перфект джик до 56 грамм ловит он кстати с маленькими весами работает как не странно я когда брал свой до 56 грамм думал ну ладно буду зимой на 12 метрах ловить там грузики начинаются от 24 грамм поэтому возьму до 56 а потом оказалось и мы на 14 на 16 грамм можно ловить естественный кайф то не тот и ощущение не те ну ловить то можно ты чувствуешь как падает грузик нет такого что оно упало а ты думаешь упала или нет ты чувствуешь что она упала вот она стукнула если дно хорошая той 14 грамм даже чувствуется вот 56 граммовом перфект джигом спиннинги хорошие вот сейчас неизвестно что у нас с украиной буду будет будут их возить к нам в россию не будут ну я теперь больше эти спиннинги не продаю даже когда надоест я обычно когда спиннинг надъедает я его продаю а теперь полежит и дальше будет ловить потому что неизвестно что потом покупать кайду это не факт что будут возить всякие кайды они с китая но с китая не знаю что сейчас у нас по китаю но платежи на алиэкспресс не у всех проходят у кого-то проходят у кого-то не проходят то же самое наверное и у оптовиков ну со временем народ найдет выход из любой ситуации сейчас у нас как говорится режим ожидания никто не знает что будет дальше что делать сейчас на на что ориентироваться у андрюхи он с лестницами непонятка цены на материалы растут а заказчики не понимают что все выросло в два раза и почему такая дорогая лестница ну кто не знает у андрея у него своя фирма он лестницы делает такие в коттеджах в частных домах как а как они их правильно их назвать андрюх да внутри внутри которые там с первого этажа на второй из третьего на четвертый с пятого на девятый смотря у кого какой коттедж ну вот приходят видят цены андрюха им говорит вот на сегодня такая цена а завтра будет может другая так как пойдет закупать материал а там уже говорят то не вася такая цена была вчера сегодня в два раза больше весело короче так попробовал покидать ратлин попробовал покидать воблер повар данк в ивановскую теорию с той рыбалки проверить им тот раз повезло на мелководье судачка выхватить нет сегодня не нам не повезло не соседям по лодке даже вику сегодня кидал вику кидал родную 1900 рублей на черном рынке у меня халявная так ладно будем искать на обычной глубине тот раз в аван с максом просто джекпот сорвали им повезло будем так считать так сейчас ставим поролоний новосибирский и ставим 24 грамма питерцовские и пойдем искать на 10 11 метров это вот та глубина где судак должен быть в это время года и он там должен жить жрать и делать все остальные вещи которые он обычно делает а вот эти вот три четыре пять метров глубины это вот просто какой-то случайный случай был да дядя андрей вот видите дядя андрей согласен прошло 52 часа и у меня повисла какая-то малявочка нет это вторая поклевка за сегодня это окунь натянулся на 110 поролонку кстати поролонка от этих самых от новосибирь новосибирских парней что вот последний обзорчик у меня был вот я их не поролон очки разлавливаю февалетовые окунь отдай не льви мне поролонку не льви вот как ты натянулся на нее гад вот как можно было такому окуню натянуться вот на такую вот поролонку а вот до этого поклёвочка судачка была хвостик клычком сиканул и всего и не поймался вот такой вот он гад врачки кстати тоже их не новосибирские кто не смотрел мой предыдущий видосик с обзором это сейчас наверное на сегодняшний день самый дешевый магазин с чебурашками не это не грузила 96 не не бойтесь еще один рыб опять на эту же поролонку кажись побольше кто окунь но побольше этот побольше как в заглот они жрут эту поролонку нравится фиолетовая этот прям уже полусъедобный так поролонку не рви не рви у меня их всего сколько одной оторвал уже вроде значит 3 от крючки острые поэтому хорошо цепляется раз плюет такой небольшой окунь попробуем и рачка поставить от рези фиша его должны вообще есть раз уж на 110 поролонку натягивались поставим вот такого цвета а цвет не важен главное размер размер двоечка два дюйма кольца замерзают время 12 часов дня а потеплеть так и не потеплело особенно не потеплело было вообще холодно но плетенка мерзнет все равно минус сейчас поглядим что у нас окуньки насчет рачков думают должны за есть если уже на сто десятый поролон кидались не был у меня случай как-то на маленькие приманки окунь не клевал а вот и вообще на сотую резинку клевал ну клевал так на каждом забросе я ловился на каждом пятом забросе я думаю поставлю резинку поменьше поставил вообще клевать перестала поставил опять фото и начали опять клевать рачок что-то не подействовал думал будет эффективней вот наверное сегодня тот день когда им поролонии нравится и крупный причем рачоком как-то пофиг сейчас еще один заброс рачком сделаю и поставлю опять или резинку или поролонку что-нибудь такое на рачка ловить так себе удовольствие рачок он как-то судака отсекает если вдруг будет нормальный судак попадется по пути но не очень большая вероятность что он съест этого рачка это не его любимая резинка бывает ест когда вот все подряд хватает тогда да ну а так чтоб в такой вот день как сегодня у нас же четыре часа без поклевок как обычно было вот потом два окуня два заброса два окуня но опять может тишина наступить вот в такие дни судака на рачка ну шансов один на миллион поймать если только судак не спали такой взрослый клыкастый матерый этого рачка есть не будет скажет фу какой маленький не они едят . да ну нафиг дядя андрюха кого-то поймал первый первый а спиннинг как гнется наверно кто-то жирный на поролон на резинку а на самую маленькую отвалился малыш на рачка а это батовский в андрюхи еще батовские рачки остались да еще есть запас не большой они раньше дешевые были я их и накупил нормально а все их больше наверно нет уже все баджи теперь там перешел в другие руки ладно от нуля ушел в это хорошо странно было бы время уже час наверно не знаешь посмотрю да уже пол второго пол второго три рыбы с 8 до пол второго три окуня да вот как мы хотели в нам нам много не надо мы так и хотели ну ладно хоть настроение чуть исправилась да сейчас отъедем еще может чё клюнет может но что реп за время четвертый час улов вы видели пятая рыбалка очень классная сегодня даже талисман андрюха не помог я его специально взял мы когда с андрюха едем у нас что-нибудь хорошенькое случается но не всегда конечно но в большинстве случаев потому как у нас мысли так сходятся иногда мы что-то по-разному каждый ловим и когда начинает клевать у одного другой начинает ловить также у нас вот рыбалки эффективнее вдвоем получаются а сегодня у меня два окуня у андрюхи один этот не доехал короче не знаю я кто чего поймал никого мы больше не спрашивали видели тут местного мужика он сказал что два дня судак не клевал потом видели других и сказали что они там где-то нахерачили очень много но вчера но вчера да но не покажут но не это вчера было как они тебе покажут если это было вчера да да где-то там вот короче так что еще вам сказать хочу сказать спасибо всем ребятам кто скидывался мне на бензин кстати накидали нормально это самое на бензин хватило и даже на сало вот так что спасибо карточка остается под видео так как монетизации нету и возможно к тому времени как мы доедем домой уже youtube закроют не обычно они ночью это делают втихаря все черные дела делаются ночью поэтому надеюсь что этот видосик еще на ю тубе будет ну а дальше подписывайтесь на рутуб подписывайтесь на яндекс дзен все ссылочки будут под видео как только youtube если не дай бог закроют будем там все сидеть там неудобно но будем привыкать что делать мы всю жизнь к чему-то привыкаем у нас как только что-то хорошее начинается то жди что она сейчас должно кончиться как обычно вот и опять только вроде жизнь налаживалась и опять ладно что-то до хрена разболтался всем пока ребята все ссылки и все под видео в описании всем пока